Приветствую вас! И мне бы хотелось особо деликатно подойти к этому вопросу, потому что проблема на самом деле достаточно серьезная, но не нужно ее безосновательно, безпочвенно усугублять. Итак, вы пишите, что ваш сын встает, ходит по квартире ночью, ища его, значит, не зная, что он хочет. В общем говоря, в узком смысле, значит, у вашего сына со мной были. Это именно, если говорить о причине. Причина в том, что ваш сын со мной был. Сомнабулин, в принципе, это такое психическое раздройство, при котором человек не до конца просыпается и находится в состоянии полубодрства. Обычно сомнабулин связывают с психическими раздройствами, депрессиями, ночными кошмарами, но в вашем случае, я не думаю, что имеет место именно это. То есть, речь идет о сыном близне взрослых людей. И поскольку ваш сын маленький, как я понял, то, возможно, немножко другая причина. Дело в том, что сын приемный, то есть, который раньше жил либо в детском приюте, либо в детском доме, он переживал стресс. И во сне ему может быть снится, как он еще там находится, в государственном учреждении. То есть, он не до конца пережил вот этот вот момент. Момент, что он теперь уже не дам, а он теперь уже здесь, с вами. И для того, чтобы помочь ему, нужно найти вот это вот основное переживание, которое он ощущает, испытывает во сне. Он может быть сам этого не знает. Он может сам не осознавать того, что с ним происходит. Но вам с помощью детского психолога, с помощью гипноза можно это переживание отыскать и, по сути дела, заново его помочь ребенку заново пережить. И тогда от сомнобулизма человек избавится. Далее, отдельно можно сказать про образ жизни. То есть, если ваш сын ведет образ жизни достаточно пассивный, то нужно больше бывать во светом воздухе, больше заниматься спортом, больше двигаться, чтобы человек уставал. Но если проблема останется, то есть, если по выполнению всех вот этих вот рекомендаций все равно останется проблема, то нужно обращаться к врачу. Потому что, возможно, расстройство работы головного мозга, нарушение работы нервной системы. И это может закончиться для вашего ребенка очень плохо, в том плане, что последствия могут быть довольно серьезные. Чтобы этого не было, нужно все-таки проконсультироваться у врачей и сделать это очень-очень. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, сделать его, пожалуйста, лучше. Буду благодарен. Пока желаю вам всего доброго и удачи.